12 июня вся страна отметила один из главных праздников День России. В этот же день свое 97-летие отметил Северский район. К сожалению, из ограничительных мер, связанных с угрозой распространения COVID-19, праздник прошел не с таким размахом, как до пандемии. Для всех жителей в поселениях района устроили праздничные концерты. Они стартовали утром 12 июня в поселке Афибском. Всех гостей торжества встретила тематическая выставка художников, мастеров и рукодельниц Северского района. Глава муниципалитета Адам Джерим поздравил всех собравшихся. Нет, наверное, больше и любимей, чем наша великая страна. С ее многообразием, с ее народами, с ее традицией. И я уверен, что каждый из нас гордится, что он родился именно в этой стране, живет, работает и делает все, чтобы страна наша великая была еще лучше, еще краше. В честь Дня России и Дня Северского района нагрудными знаками и почетными грамотами наградили выдающихся граждан. Особым подарком для всех гостей стало выступление государственного концертного ансамбля «Кубанская казачья вольница». Их песни и танцы, любовь к России, ее традициям и обычаям. А один из номеров ансамбля удивил и даже немного напугал зрителей. Празднование Дня России продолжилось в районном центре. На площади перед Домом культуры акробаты в студии спортивного танца «Диана» и танцоры студии «Феникс» выступили с новым номером, посвященным России. Публика горячо приняла выступление и громко аплодировала. На этом праздничные мероприятия в Северской не закончились. В Доме культуры за особые заслуги и честный труд наградили выдающихся людей. Один из них – председатель районного совета Владимир Захарченко, за большой вклад в работу по подготовке голосования по поправкам в Конституцию представлен почетной грамоте и нагродному знаку президента Российской Федерации. Также провели церемонию присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования Северский район». После церемонии награждения концерт продолжился выступлениями ансамбля «Кубанская казачья вольница» и творческого объединения «Ашат». В своих номерах они показали две разных нации, разные традиции и культуру – русскую и адыгскую. Выступления обоих коллективов не оставили никого равнодушным. Закончилась череда праздничных мероприятий в поселке Ильском. Здесь также наградили выдающихся граждан, а ансамбль «Кубанская казачья вольница» порадовал жителей своими казачьими песнями и народными танцами. ПЕСНЯ Наты ПЕСНЯ ПЕСНЯ ВОЙ СПОКОЙ УЗИР ПЕСНЯ И мечом УЗИР Субтитры подогнал «Симон»